Я хотел под конец года поговорить с вами о самой важной для меня вещи. И самая важная для меня вещь – это мышление. Я мышлением занимаюсь предметно, основательно. Методологией я… А методология – это с большой буквы, когда про нее говорят. Это то, как мы конструируем образ мира. Вот, я занимаюсь уже 30 лет. И сейчас, мне кажется, что это самое важное, о чем мы должны задуматься. Сейчас все переживают, что мы находимся в каком-то странном таком времени, когда все болезненное, все какое-то нервное. Ну, я уже не говорю про мировые процессы, которые происходят. И у меня вот… Я вам сегодня обещал подарить книжки. «Лучшие вопросы». Два я уже выбрал. Вышло сегодня как раз, вот пришел авторский экземпляр «Духа времени». Я рассказываю в ней про то, что происходит с миром, и почему он оказался на пороге Третьей мировой войны. И я все время про это пытался говорить, предупреждать, что на самом деле человек отличает от любых других существ его способность мыслить, его способность строить на базе этого мышления своего сложные модели реальности, которые помогают понять друг друга, помогают понять процессы, которые происходят и так далее. И когда это перестает работать, и люди начинают действовать реактивно, происходит то, что происходит. Цивилизация очень долго шла к этому моменту, и, собственно говоря, мы сейчас жертвой своих собственных технологий. Мы попали в эту ловушку, когда технологии, которые были созданы умом человека, сейчас используются, по большому счету, нами. Ну, у них есть масса положительных сторон. И то, что я сейчас с вами общаюсь, это результат как раз развития технологий. Но понятно, что у нас здесь меньшинство, и большинство людей сейчас смотрят какие-то глупые мемасики, видосики и так далее. И это, к сожалению, стало просто диагнозом нашего времени, когда мы перестали сначала думать, потом друг с другом общаться, потом все погрязли просто в информационном потреблении, цифровой зависимости. И спадает доверие, возникает выгорание профессиональное, люди не понимают, зачем они работают, что они делают. Утрата смыслов, утрата целей, утрата перспективы. И это в целом время такое трагическое. И я из-за этого, на самом деле, сильно переживаю, потому что я как врач все время пытался людям помогать. Но если люди сами себя начнут разрушать, что с этим можно поделать? А, к сожалению, сейчас этого саморазрушения просто невероятное количество. И вопрос состоит в том, что мы можем сделать для того, чтобы спастись и спасти. И здесь рецептов, на самом деле, немного. И лучшей аналогией, может быть, является понимание того, что такое так называемые мягкие навыки. Сегодня в канале мы проводили с этим такой небольшой опрос. Мы отвечали, писали в комментариях. Есть жесткие навыки, так называемые мягкие навыки. И правильный ответ состоит в том, что в этой классификации, это не я придумал, что к жестким навыкам относятся конкретные профессиональные навыки. То есть то, что вы умеете делать как профессионал в той сфере, в которой вы занимаетесь. И врач должен хорошо лечить, программист должен хорошо программировать. Дизайнер должен хорошо рисовать. В общем, короче говоря, всегда есть что-то, за что человеку платят деньги, как работнику. Но есть и мягкие навыки. Мягкие навыки – это все, что вокруг вот этих наших профессиональных навыков. Если врач не обладает мягкими навыками, то вы не захотите к такому врачу прийти в следующий раз, потому что он с вами общается так, что вам не хочется продолжать лечение. Вы не верите его рекомендациям. Если программист не обладает мягкими навыками, то он не сможет работать в команде, не сможет построить такие комфортные связи, которые помогут ему вместе с другими людьми что-то делать. То есть если вы дизайнер и у вас нет мягких навыков, то вы не сможете понять своего заказчика, не сможете выполнить задачу, которую он перед вами ставит. И вот такое знаменитое агентство McKinsey считает, что до 75% нашей профессиональной эффективности зависит от наличия мягких навыков. Ну а что такое мягкие навыки? Значит, мягкие навыки, они делятся на три группы. Ну, точнее, это разделение мы провели здесь, в высшей школе методологии, потому что у нас был большой проект, который назывался «Человеческий фактор». Мы изучали разные аспекты человеческой природы, так сказать. И в частности, мы изучали, что такое мягкие навыки. И разделили мягкие навыки на три группы. С тех пор я прочел много лекций для разных компаний и организаций. И это уже вошло в народ, это разделение. И оно действительно очень функциональное. Мягкие навыки делятся на три группы. Значит, к первой группе мягких навыков относится наша способность управлять собой, справляться со стрессом, работать в ситуации неопределенности. То есть это навыки, которые связаны с нашей эмоциональной сферой, с нашей способностью справляться со стрессом. Любая деятельность профессиональная, она со стрессом так или иначе связана. И очень важно, чтобы человек мог справляться. Ну, и пришел недовольный клиент. Надо же правильно с ним взаимодействовать, чтобы он почувствовал, что вы, так сказать, сами в здравом уме. Потому что если вы начнете сильно эмоционально реагировать, хорошего будет мало. Ну, и когда нам надо что-то сдавать или что-то вести сложные переговоры какие-то, нам, конечно, нужны вот эти способности совладать со стрессом. Вторая составляющая наших мягких навыков — это социальные навыки. Это умение работать в команде, умение договариваться, умение понимать интересы и нужды других людей. И это тоже очень важная составляющая. Без этого никакая работа не будет в радости, да и толку от нее будет мало. И третья группа социальных мягких навыков — это, так называемые, когнитивные навыки. Это навыки, связанные с мышлением. Вот это сейчас проблемы по всем фронтам. Потому что, с одной стороны, все испытывают кризис адаптации, поэтому у всех стресс. Во-вторых, социальные навыки у нас ухудшаются, потому что мы все меньше и меньше с друг с другом коммуницируем по непроизводственным делам, по непроизводственным вроде бы даже и поговорить друг с другом не о чем. И мы не умеем поддерживать разговор, мы не умеем вести содержательную беседу. Давно это у вас было последний раз. Много ли людей, с которыми вы можете содержательно, обстоятельно поговорить о каких-то вещах, которые считаете важными? Думаю, не так и много. И это проблема социальных навыков, любопытство другому человеку, способность раскрывать тему и так далее. Когнитивным навыкам относится, собственно, все, что связано с нашей интеллектуальной функцией, с нашей способностью понять, разобраться в сфере, в вопросе, создать адекватную модель реальности. И в рамках этой модели, соответственно, найти маршруты, которые помогут нам решить ту или иную задачу. Поэтому это три столпа, на которых держатся, с одной стороны, наша профессиональная деятельность, с другой стороны, и наша жизнь в целом. Потому что и в жизни, и в любой жизни ситуации нам нужны те самые мягкие навыки, способность справляться со стрессом, способность находить общий язык, способность понимать, что происходит в мире. И вот это три столпа, над которыми я работаю, переживая то, что с нами происходит. У меня есть, как у психотерапевта, свой психологический клуб «Точка опоры», в котором мы вместе справляемся со стрессом, учимся, как правильно это делать. И там создается замечательная атмосфера поддержки и такой взаимопомощи психологической, эмоциональной, содержательной, когда мы понимаем, что нужно для того, чтобы чувствовать себя внутренне свободными, что нужно для того, чтобы справляться со страхом, с тревогой, с внутренним напряжением и так далее. Социальные навыки — это вообще моя любимая вещь. Не случайно я создал Академию Смысла, в рамках которой мы общаемся, взаимодействуем. Это живое общение, оффлайновое общение. И люди чувствуют... Я все время вспоминаю эту фразу, когда думаю об этом, когда люди приходят на занятия по красной таблетке и пишут в своих письмовых отчетах, я с удивлением обнаружил рядом людей. Действительно рядом с нами живые люди, у которых есть большая их собственная жизнь, которая зачастую проходит параллельно нам. И мы как бы не вовлекаемся, и мы чувствуем себя одинокими, мы чувствуем себя защищающимися, а не открытыми, искренними и так далее. Ну и третье — это, собственно говоря, все, что связано с мышлениями, с практиками мышления. Я заявил тему этой лекции, не лекции, а встречи. Встречи в рамках нашего канала, который как раз призван стать вот этим местом, где мы будем с вами обсуждать вопросы, связанные с нашими когнитивными навыками. А точнее, чтобы было понятно, что это такое, вообще, что такое мышление. Ну, вы, наверное, слышали, там есть всякие интеллекты, есть всякие разные интеллекты, эмоциональный интеллект, социальный интеллект и так далее. В общем, ученые на все лады пытаются заниматься тем, чтобы как-то определить, что же такое ум. Но на самом деле никто вам на этот вопрос не ответит. И, к сожалению, эффективных тестов, которые способны были бы выявить человек... Ну, то есть мы можем определять с помощью тестов интеллектуальную отсталость. Собственно говоря, для этого изначально эти IQ и придумывались тесты. Но с точки зрения успешности, например, человек с высоким IQ вовсе не обязательно будет более успешным, чем человек с меньшим IQ. Ну вот, и мы увидим одного успешного человека, у которого все дела спорятся, и он многого добивается, и увидим умника, который способен решать ребусы из этого теста, но при этом он, так сказать, неудачлив, неуспешен, и так далее. Вот кто из них умный? Ну, я отвечу вам на этот вопрос. Да, и, соответственно, мышление — это, конечно, большая системная работа нашего мозга, вообще не какая-то отдельная его опция. В самом мышлении есть куча багов, есть куча когнитивных искажений, есть множество наведенных проблематик, связанных с неправильным пониманием структуры, дискурсов и так далее. Но если говорить по сути дела, и вот мне хочется, чтобы максимум говорили именно по сути дела. По сути дела, мышление — это наша способность создать максимально адекватную модель реальности в рамках своих представлений о том, что с собой эта реальность является. чем лучше вы понимаете реальность, в которой вы функционируете, тем точнее вы видите, что происходит, и принимаете решение, как правильно на это реагировать. Значит, вот, собственно говоря, наша основная задача — понять, что происходит в мире, в работе, в отношениях с другими людьми, в задачах, которые мы решаем, почему у нас возникают те или иные проблемы. Это мы сможем понять только в том случае, если мы понимаем, что ум — это не просто какая-то смекалка, не просто какой-то житейский ум, не просто какие-то навыки интеллектуальные. На самом деле ум — это способность видеть, видеть, что происходит на самом деле. И чем лучше вы понимаете, что происходит на самом деле, тем, разумеется, точнее будут ваши решения. Все мы при этом находимся в полной уверенности, что мы неплохо понимаем, что происходит на самом деле. Но если мы хорошо понимаем, что происходит на самом деле, у нас не должно быть никаких проблем. Мы должны находить решение этих задач. А если у нас это не получается, если мы не достигаем в долгой степени какой-то успешности и вовлеченности в деятельность, которую мы совершаем, в отношениях, в которых мы находимся, видимо, мы что-то там понимаем не до конца хорошо и не до конца правильно. И я написал в названии лекции, что ум станет главным навыком ближайших лет, потому что когда люди находятся в стрессе, когда они находятся в напряжении, когда вся система перестраивается, экономическая, политическая, социальная, а мы все эти трансформации видим, успешен будет только тот, кто понимает, что происходит на самом деле. Тот, кто может в суть вещей вникнуть, увидеть реальность и своими действиями, своими решениями начать эту реальность менять. То есть мышление – это не какое-то абстрактное философствование. Мышление и ум – это как раз способность увидеть, что происходит на самом деле и принять правильные решения. Собственно говоря, этому я и хочу, чтобы мы все учились и чтобы мы этому тренировались. И то, что я этот канал решил вести обстоятельно, серьезно, это не случайно, потому что мне кажется, что этот навык, это главный навык 23-го и последующих годов – научиться понимать суть вещей, что происходит на самом деле и как нам правильно действовать для того, чтобы, с одной стороны, определиться, что является нашей целью, что является нашим приоритетом, что для нас по-настоящему важно. А после этого понять, что нам нужно сделать для того, чтобы эти приоритеты, эти цели, эти важные, воплотились в реальности. Поэтому и ум – это вещь вот такая глубоко, так сказать, с одной стороны, понятна. Мы все считаем себя умными, кто себя считает дураком. А с другой стороны, очевидно, что не случайно столько философия, психология, социальные науки работают над этой темой, пытаясь найти инструменты улучшения качества мышления. И понятно, что в другом человеке мы ценим прежде всего ум и доброту. Это было большое исследование, 38 разных культур исследовалось, и было показано, что самым ценным в других людях мы считаем именно ум и доброту. Но доброта настоящая, это не просто мягкая телость, так сказать, и альтруизм. Доброта исходит из понимания жизни. Потому что когда вы понимаете жизнь, вы понимаете, что доброта – это то, что делает вас, вашу жизнь лучше. И если вы живете с добротой внутри, вы просто себя лучше чувствуете. Потому что если вы живете негативными чувствами, вам в первую очередь становится плохо. Вы от этого страдаете. Почему все практики духовного роста, которые в буддизме есть, и в различных направлениях восточной мудрости, так называемых. Это же мы говорим восточная мудрость, суфийская мудрость, буддийская мудрость, индуистская, конфуцианская мудрость. Что это за мудрость? Это мудрость, понимание жизни, сути вещей и доброты, которая необходима нам самим в первую очередь. Поэтому мне кажется, что если мы не будем относиться к мышлению просто как к способу решения задач, это более правильная вещь. Да, действительно, есть множество практик интеллектуальных, которые помогают лучше решать наши жизненные задачи. Но куда важнее, когда это мышление и эти практики позволяют нам самим становиться более счастливыми, более уверенными в себе. И, собственно говоря, это то, чем, я надеюсь, мы будем заниматься в рамках тех проектов, которые мы будем делать здесь для участников нашего сообщества, присоединяющихся к нашей задаче, так сказать, развивать ум, мышление. Мне больше нравится слово «мышление», просто проблема состоит в том, что люди любую умственную жвачку воспринимают за мышление. У меня есть книга, она так и называется, про мышление. И там я показываю, что на самом деле целенаправленное мышление – это штука чрезвычайно сложная. А то, что мы жуем какие-то умственную жвачку, просто мозг производит… У меня есть книжка «Машин мышления», где я рассказываю, что мозг способен производить наши мысли совершенно без какой-то конечной значимой цели, просто потому, что он пытается найти баланс между интерпретацией одной и той же информацией разными частями нашего мозга по-разному. Поэтому то, что человек все время думает, вовсе не значит, что он мыслит. Мыслит целенаправленно, мыслит глубоко, мыслит эффективно. Вот что я хотел сказать, предваряя нашу дальнейшую работу, которую мы сделаем большой командой выпускников Академии смысла, сотрудников высшей школы методологии, большой командой, которая искренне верит, что решение интеллектуальных задач – это не просто решение ребусов, а это путь к тому, чтобы сделать себя и мир вокруг себя лучше. Значит, я объявил то, что называется, сбор вопросов. Их было очень много. Я обещал, что я за вопросы, соответственно, подарю книжки, мышление, способы думать, машину мышления. И раз уж сегодня вышел «Дух времени», то «Дух времени» тоже презентую кому-то из участников. Значит, два вопроса я уже выбрал из тех, которые были заданы перед трансляцией. Ну, какие-то вопросы, наверное, мы еще и возьмем из трансляции, потому что я вижу, что вы тут даже что-то пишете. Четыре эфира в одно время. Как быть? Несчастная Светлана. Светлана, как такое может быть? Как вы дошли до жизни такой? Так, ну что вы еще пишете? С планшета, с телефона, с компьютера. Там в целом все в порядке, все меня слышат, я не сам с собой разговариваю. Кому-то хочется игру. Вот Светлана как раз из четырех эфиров задает. Значит, игра, кстати, сделана как раз для развития социальных навыков. У нас целое направление. У нас уже вышла игра нейромонстры, но она такая для семейного больше, мне кажется, досуга. А вот по красной таблетке мы сделали игру, которая позволяет вам с вашими друзьями лучше себя друг друга узнать и как раз прокачать то, что называется мягкими навыками. И это, может быть, мне кажется, действительно очень интересно. Так, ну что, я перехожу к ответам на ваши вопросы. Значит, первый вопрос от Кристины. «Cogito ergo sum? Я мыслю, следовательно, существую». Знаменитые высказывания французского мыслителя, имеется в виду Рене Декарт, Андрея Владимирович, в своих курсах вы всегда говорили, что мы, это наш мозг, очевидно, что без мышления мы все и правда были бы совсем примитивны, ведь мышление является высшим психическим процессом в человеческом сознании. Скажите, пожалуйста, есть ли предельные возможности человеческого мышления, будет ли мышление эволюционировать вместе с человеком, как его можно развивать на 100% и не повлияет ли это на самого человека, как в случае гений с трагическими судьбами? Значит, ну, очень хороший вопрос, потому что в нем много поднимается тем. Вот, значит, давайте по порядку. Я мыслю, следовательно, существую, это концепция Декарта, это вообще модерн, это начало, так сказать, нашего современного мира, как мы его себе представляем. Значит, и, к сожалению, Декарт был неправ. Это не я его опровергаю, это его опровергает современная нейрофизиология, ну и, соответственно, большое количество философов, которые в этом направлении работают, в частности, философы сознания. Это большая плеяда, и я здесь рекомендую, прежде всего, Даниэла Деннета, вот, хотя есть много других интересных авторов, типа Чалмерса, прошу прощения, Джона Сёрли и других. Вот, да, значит, поэтому то, что мы можем осознавать самих себя, это, к сожалению, не является критерием мышления, потому что всё мышление происходит, по сути дела, на подсознательном уровне. Я об этом много рассказываю в своих книгах. Это дефолт-система мозга, которая крутит интеллектуальные объекты, которые мы загружаем себе в голову, и выдаёт на суд сознания уже какие-то готовые решения. Да, у нас есть так называемая центральная исполнительская сеть, это базовая нейронная сеть, которая обеспечивает, как бы сказать, приведение наших хаоса, наших мыслей к какому-то стравомыслию. И когда у вас часто вот это роится, а вы даже не знаете, как сказать, вы всё понимаете, а сказать не можете, да? И что же такое за сознание, которое всё понимает, а сказать не может? Вот, и, соответственно, это происходит на подсознательном уровне. И вся проблема состоит в том, что нам этим процессом очень сложно управлять. И заставить себя думать о чём-то, вы знаете, это же непростая задача. Вот, ну, то есть вот вам нужно, например, какое-то решение принять. Вот просто это вам даётся или нет? Вот, там, я не знаю, четыре эфира, выбрать эфир. Это же сложная задача, понимаете? Вот, и, соответственно, мозг вот он там крутит, вертит. Разные вопросы, разные аспекты реальности и так далее зачастую сбивает нас с панталыком. Или, например, можете ли вы просто взять и остановить свой мыслительный процесс? Это, как мы понимаем, крайне сложная задача. Что же это такое за моё сознательное? Я вам скажу, не думай ни о чём. Насколько вас хватит не думать ни о чём, да? Да, йоги там десятилетиями практикуют навык недумания, да? Вот, что это такое? Почему вы не можете управлять своим мыслительным процессом? Почему вы не можете направить на решение какой-то задачи или на освоение какого-то материала зачастую? И вам нужны дополнительные усилия для того, чтобы это делать. Вот, потому что машина мышления у нас крутит, варит сама по себе. И это, к сожалению, не всегда целенаправленное мышление, которое бы позволило нам действительно решать жизненные задачи. Поэтому сознание – это очень важное наше завоевание, но не стоит его переоценивать. И не случайно есть такое понятие беспокойного ума, да? В восточных практиках они говорят «усмирите свой ум». Что это такое? Почему я должен усмирять свой ум, да, если я такой сознательный весь? Вот, то есть я надеюсь, что вы увидели это противоречие, и оно вам станет понятно. Из этого мы идем дальше. Значит, есть ли предельные возможности для человеческого мышления? Значит, предельных возможностей мы предельно ограничены. Наши способности к мышлению предельно ограничены. По этому поводу мне вспоминается знаменитая история, произошедшая с Эйнштейном. Я ее часто поминаю в своих выступлениях, где-то в книге об этом писал, когда у Эйнштейна молодая журналистка спросила, есть ли у него специальная блокнотка, и он записывает свои гениальные мысли. На что Эйнштейн сказал, что гениальные мысли так редко приходят мне в голову, что запомнить их не так уж и сложно. Действительно, нам может казаться, что есть великие умы, и так действительно и есть. Есть люди блистательные, удающиеся в разных областях, в разных сферах, которые находят решение совершенно нетривиальных задач. Но при этом, конечно, все мы невероятно ограничены своем интеллектуальным возможностям. Тот же Эйнштейн, понимаете, вот он, например, после того, как он умер, выяснилось, что он играл на бирже. Это не афишировалось, он этим упражнялся. Но надо сказать, что финансовые результаты на бирже не были сверхъестественными. Потому что когда ты специализируешься в какой-то области и способен реконструировать какой-то аспект реальности, а он действительно в своем аспекте реальности, в том, что все, что касается физики, теории относительности и многих других областях, в которых он сделал самые настоящие прорывы, он действительно там мощь. Но при этом, например, он, столкнувшись с открытиями в рамках квантовой физики, не смог, во-первых, принять результатов, которые в квантовой физике были достигнуты. И всю жизнь пытался создать единую теорию поля, которая, в общем, всю жизнь с Бором и другими, с Гезенбергом и другими представителями квантовой механики, в общем, у него были постоянные расхождения, и они не клеились с его моделью мира, и с тем, как он представлял себе физический мир. Что уж говорить о том, как он представлял себе мир личных отношений, например, или мир той же биржевой, трейдерской, так сказать, реальности. Поэтому наши возможности ограничены. Мы можем прокачаться в какой-то конкретной сфере, в чем-то начать очень хорошо разбираться, но это не значит, что мы будем так же хороши во всем. Да, есть некие универсальные подходы, некий универсальный инструментарий, его нужно изучать. Но наше мышление сопряжено с набором знаний в определенной области. Сейчас мы вообще оказались в ужасном в этом смысле мире, потому что, если посчитать количество научных работ, написанных по любой нозологии, то есть по любому заболеванию, то физически ни один врач за всю жизнь не сможет прочесть все научные работы по одной болезни. Понимаете, а этих болезней несчетное количество. Поэтому, да, наш мозг может мыслить замечательно, но это не значит, что мы можем... Что он какая-то такая... В этом смысле, почему нам угрожает искусственный интеллект? Не то, что он обретет сознание, станет каким-то умным и хитрым. Он угрожает нам тем, что он способен просчитывать значительно большее объемы информации, учитывать значительно большее количество факторов, обстоятельств, строить значительно более сложные графы, нежели те, на что рассчитана наша интеллектуальная машина. И он может просто в этом смысле начать принимать решения, которые нам будут непонятны, с которыми мы не будем понимать, что делать. Да, до этого еще относительно далеко, но с точки зрения прогресса прогрессирует он очень мощно. И в этом смысле он будет значительно более способным. Как я, Грец, приводил тоже эту фразу, понятно, что компьютер Deep Blue — это один из таких первых достаточно простых искусственных интеллектов, который победил в свое время Гарри Каспарова в борьбе, что называется, за пальму первенства, кто лучше играет в шахматы. Ну, сейчас алгоритмы, которые обеспечивают работу шахматных программ, они вообще фантастических результатов достигают. И, как говорил один красмейстер, когда ты играешь с искусственным интеллектом шахматы, это ощущение, что на тебя движется стена. Почему? Потому что просто способность просчитывать большее количество вариантов дает возможность искусственному интеллекту, ну, соответствующим программам искусственного интеллекта, быть сильнее нас. И мы должны понять свою ущербность и с точки зрения объема знаний, и с точки зрения концептуализации этих знаний. Потому что из-за того, что их становится очень много, очень сложно создать единое пол, как бы непротиворечивое видение мира и тех процессов, которые в нем происходят. И вот мне бы хотелось, чтобы мы не просто учились каким-то с вами интеллектуальным практикам, что, конечно, само по себе полезно и важно и так далее. Но понимали, зачем мы это делаем в основе своей. В основе своей мы это делаем для того, чтобы создать устойчивую, непротиворечивую картину мира, для того, чтобы не чувствовать себя растерянными, для того, чтобы у нас мог формироваться образ будущего, для того, чтобы мы понимали ценности, смысл своих действий, для того, чтобы наша жизнь сама по себе обрела вот эту внутреннюю осмысленность, не осознанность, а осмысленность, чтобы она сама была как бы мысленной. Значит, поэтому то, что касается эволюционировать вместе с человеком мышление не может. Значит, для того, чтобы мышление эволюционировало, должен изменяться мозг, скорость, с которой изменяется цивилизация, значительно превышает на, как бы, совершенно в порядках, нежели может развиваться сервер наш интеллектуальный, который занимается расчетами. Поэтому рассчитывать на то, что как-то мышление будет биологически эволюционировать, я бы не стал. Как его развить на 100% и не повлиять на самого человека? Значит, вот очень важный вопрос. Гений с трагическими судьбами. Значит, вот здесь важно понимать, что если мышление — это мышление о реальности, это мышление о том, что происходит на самом деле, это мышление о сути вещей, то это мышление может только придать вам психического здоровья, потому что оно будет сохранять вашу стабильность. Когда мы говорим про талантливых людей, их мышление, как правило, имеет в себе какую-то фундаментальную ошибку. Это дает им, с одной стороны, возможность совершить прорывы в каких-то областях, а в каких-то областях оно превращает их действительно или в несчастных, или в душевнобольных. Тот же Гёдль, понимаете, с его выдающейся теоремой о неполноте и других исследованиях, он умер от анорексии, потому что считал, что его все хотят отравить. Он страдал шизофренией и умер, потому что просто не принимал пищу, потому что боялся, что его отравят. Это никак не связано с мышлением, это связано с патологией, трагические судьбы. Я не знаю, просто каких интеллектуалов здесь имеют в виду. Зачастую их трагедии не были связаны с их прорывами, которые они делали. У Генштейна тяжелейшая жизненная судьба, у какого-нибудь Юринга тяжелейшая судьба, но это совершенно никак не было связано с их талантом в тех сферах, в которых они реализовывали. Здесь нужно понимать, что психическая патология и мышление. Если вы проходили бы даже первоначальный курс с какой-то ознакомительной шизофренией, то вы бы узнали, что главный и первый симптом шизофренией это нарушение мышления. Это не хорошее мышление, не правильное, а именно его нарушение. Переходим к следующему вопросу. Вопрос от Ивана. Вопрос про наращивание сложности ДСМ в уже сформированных мозгах, как это лучше всего делать. Для тех, кто не очень в курсе, наше мышление, это я подробно рассказываю в книге «Чертоги разума», оно использует те сервера, которые биологически, эволюционно были предназначены для формирования сложных социальных связей внутри групп животных. Чем животное более социальное и приматы в этом смысле как раз отличаются разной степенью социальности и человекообразные приматы создают самые сложные социальные связи внутри своих групп. И изначально именно вот эта система, потому что что такое думать о других людях? Вы же другого человека не можете себе представить, что у него в голове происходит, он же вам не сообщает, другое животное вам не сообщает, что происходит у него в голове. И для того, чтобы его понимать, его мотивы, его цели, его интересы, для того, чтобы с ним, условно говоря, договариваться, вы должны реконструировать, что же он думает, что же для него важно, из-за чего он, так сказать, сейчас недоволен, или почему он сейчас так рад, и так далее. То есть вы создаете образ другого человека, реконструируя его внутренний мир. А что это такое? Это несуществующий объект. То есть это что-то, что вы не можете пощупать, что вы не можете потрогать, что вы не можете увидеть. Вы не можете увидеть внутренний мир другого человека. Вы его можете реконструировать, представить его себе. И за счет того, что мы как приматы в свое время обучились создавать несуществующие объекты, мы потом научились создавать и массу других. Мы создали религию, например, изначально, там она была сначала такая шаманизма всякие разные, просто мистерии, просто такое язычество очень примитивное и так далее. Но вот это что такое? Это вы создаете несуществующую сущность, которая позволяет вам объяснить, как вам кажется, происходящее. Именно эту функцию выполняла религия. Когда вы возьмете любую науку, то вы увидите, что она говорит о несуществующих вещах. То есть это то, что вы не можете пощупать, не можете увидеть, но это вы пытаетесь представить. Например, что такое сила тяготения? И вообще все законы Ньютона, например. Вы же не можете их увидеть в силу тяготения. Вы просто представляете, что там два массивных тела с друг с другом находятся в неких отношениях тяготения. Мы не можем... Будущее, которое мы научились представлять, это же тоже что-то несуществующее. Будущего еще нет, но мы его воображаем. И эта способность к воображению есть результат создания несуществующих еще вещей. То, чего еще нельзя пощупать, нельзя увидеть и так далее. Но что можно вообразить? Собственно говоря, вот эта способность к воображению того, что нельзя увидеть, почувствовать, ощутить и так далее, и есть, собственно говоря, основа любых наших мыслительных практик, любого нашей интеллектуальной деятельности, такой серьезной. И, соответственно, для этого используется наша дефолт-система, которая изначально социальна. И она формируется до 25 лет, но до 25 лет просто складывается сложность социальных связей. Именно поэтому так важно, чтобы молодой человек все время находился в разных социальных средах, взаимодействовал с разными людьми, учился не просто с разными людьми, но которые сами с друг с другом связаны в определенных взаимозависимых отношениях. Вот. И раньше это происходило вполне естественно, потому что мы воспитывались в очень больших семьях, да, то есть вот я сам воспитывался, мы жили в одной квартире, где жила куча родственников самых разных, все находились друг с другом в взаимосвязи, нужно было как бы понять, как совсем с этим жить, да. Вот. То же самое раньше было и в школу, где дети постоянно с друг другом взаимодействовали, потому что они не утыкались в телефоны, да, вот и так далее. Поэтому раньше социальные навыки формировались у нас с детства, систематично достаточно, потому что социальная среда обязывала нас постоянно просчитывать, как бы, мотивы, интересы других людей. Мы не могли от них отстраниться, мы были вынуждены под них подстраиваться, адаптироваться, и это тренировало нашу вот эту сеть, которая в последующем будет оперировать другими интеллектуальными объектами. Значит, кроме этого нельзя забывать, что, как я вам сказал, дефолт-система — это только часть нашей интеллектуальной деятельности. Потом мысли, которые у нас сваливаются, они попадают в сферу центральной исполнительской сети, или другая базовая нейронная сеть, которая занимается как раз тем, что она сводит дебет с кредитом, которая пытается найти логику в тех мыслях, которые у нас с вами родились, да. Когда мы пытаемся понять другого человека, мы его как-то понимаем сначала интуитивно, а потом, когда нас просят разъяснить, мы пытаемся как-то что-то думать про него рационально. Это делается уже в основном за счет префронтальной коры, а не тех зон мозга, которые обеспечивают деятельность дефолт-системы. И, соответственно, здесь включается язык, здесь включается сложность знаковых конфигураций, да. Поэтому мы можем встретить людей, которые обладают потрясающими математическими способностями, способностями к такому абстрактному мышлению, но на уровне категорий. Потому что если вы можете себе представить внутренний мир другого человека, что он думает то-то, чувствует это и так далее, в математике это немножко другая история. Потому что там вы смотрите знаковые системы, вы не можете представить себе множество, вы представляете себе не то же самое, что вы представляете себе, когда вы думаете про внутренний мир другого человека. Вы не можете себе представить бесконечность, например. То есть вы можете попытаться подумать, что вы можете ее представить. На самом деле представить ее невозможно. Это делается за счет другой сети, центрально-исполнительной. Поэтому тут все не так просто в наших мозгах. И они друг к другу часто входят в противоречие. Разные центры создания мыслей внутри нашего мозга и их отношений друг с другом. После того, как наш мозг уже сформировался, к 25 годам происходит миллионизация последних отделов, в основном префронтальной коры, мы в этот момент уже сложили сервер, как мы можем думать про разные вещи. Дальше задача состоит в том, чтобы просто использовать различные инструментарии, которые позволяют вам... Ну, то есть вот у вас есть опорно-двигательный аппарат. Это что значит? Что вы не можете развивать скорость больше, я не знаю, сколько там бегуны бегают максимальной скоростью, сколько-то километров в час? Можете. Но для этого вам надо использовать автомобиль, велосипед или там еще что-нибудь. То есть мы получаем некий биологический субстрат, который мы дальше можем развивать с помощью инструментария, который мы получаем. И инструменты нужны именно для того, чтобы человек в космос полетел. Понимаете? Ну, как его биология позволяет в космос лететь? Нет. Но он использует инструменты, которые позволяют ему эту задачу решить. Именно поэтому вот те интеллектуальные практики, про которые я хочу рассказывать, и которые мне кажутся очень важными, это как раз и есть вот тот инструментарий, который позволяет использовать имеющийся у вас интеллектуальный ресурс. И, конечно, наши вот сервера, они как бы могут апгрейдиться за счет вот этих инструментов. Вы можете принимать значительно более точные, более эффективные решения. Можете жизнь понимать значительно большую. Это же не значит, что в 25 лет у вас сформировался мозг, и вот вы насколько поняли жизнь, настолько вы ее и поняли. Многие люди жизнь понимают как раз к закату, так сказать, понимают, что на самом деле было важно, что на самом деле было значимо и так далее. Если вы хотите с кем-то получить информацию у кого-то про их жизненный опыт, вы же спрашиваете у людей как бы более зрелых, которые превысили это. Поэтому я здесь не вижу противоречий. Третий вопрос от Карины. Любое мышление имеет свои ограничения. Когда-то это просто период перед новым пониманием, система сжимается перед тем, как взорваться и расшириться. Но бывает, что мы нащупываем вещи, разобраться в которых может оказаться не под силу. Как, на ваш взгляд, стоит проживать эти моменты? Здесь вопрос, что такое разобраться. Один из инструментов мышления, который я, кстати, описываю в книге «Машины мышления», называется «Реконструкция реальности». Когда вы реконструируете реальность, что-то может оставаться для вас абсолютно непонятным, потому что у вас просто нет доступа к этому нечто. Но это нечто находится в системе, оно само как-то функционирует. То есть, условно говоря, броуновское тело движется, потому что на него оказываются определенные воздействия молекулами среды, в которой он находится. Вы видите некий рисунок. По этому рисунку вы, по крайней мере, можете реконструировать, какая температура этой жидкости, в которой находится броуновское тело. Если тело быстро, то вы можете предположить, что температура выше, чем если оно стало двигаться вдруг медленнее. То есть вы можете в какие-то вещи не иметь возможности вникнуть. Например, психиатр, когда он лечит душевнобольных, он не может точно так же ощущать галлюцинации, бред, он не может точно так же понимать сверхценные идеи, как их понимает душевнобольной. Но это совершенно не значит, что он не может поставить правильный диагноз, и не может назначить правильное лечение, и не может помочь этому человеку. То есть то, что вы иногда не можете проникнуть в какое-то пространство скрытое информацией, это значит, что вы можете реконструировать это посредованно и определить, как вам следует себя вести с этим объектом, в этой ситуации и так далее. Поэтому это один аспект этого вопроса. Но есть и второй аспект вопроса. Не во всех случаях нужно продолжать упорствовать, но зачастую, когда мы подходим к чему-то, что не можем понять, наша задача состоит в том, чтобы не продолжать то же самое движение, а зайти на ту же самую задачу с точки зрения какого-то другого дискурса, с точки зрения какой-то другой структуры. Вообще наш мозг создает разные структуры, и эти структуры имеют свою специфику, и я собираюсь об этом отдельно рассказывать. И если не срабатывают какие-то ухищрения нашего ума, которые мы использовали перед этим, это значит, что просто нужно зайти или из других структур, или из других дискурсов. Другие дискурсы — это другие тематики, это существование этого же объекта в рамках другого языка, в другой концептуальной модели и так далее. И это позволяет вам увидеть что-то, что вы до этого не замечали. Поэтому в целом я думаю, что с какими бы задачами мы не сталкивались, в целом решение их с помощью мышления может быть не сразу, но доступно. Есть задачи, которые не могут быть решены, но это все задачи, которые связаны с вещами, которые вы вообще не можете никак верифицировать. Условно говоря, мы не можем сказать, есть Бог или нет Бога, потому что количество доказательств равно количеству опровержений. Может быть, есть, может быть, нет. У нас нет способности это никаким образом проверить. Мы не можем поставить эксперимент на его существование, ровно как и на его несуществование. Сейчас в философии сознания, про которую мы частенько будем упоминать, например, существует дискуссия. Мы с вами нету возможности опровергнуть, например, то, что мы с вами... Вы, наверное, представили сейчас такой матрицей из фильма «Матрица». То есть там люди как бы спят и находятся в некой голограмме, в неком мире, который создан искусственно, с помощью машины, искусственного интеллекта. И вот философы доказывают, что мы не можем доказать, что мы с вами... Вот я сейчас не нахожусь в матрице. То есть вполне возможно... То есть нельзя доказать, что я не нахожусь сейчас где-то в капсуле, чтобы ко мне подключены какие-то провода, и вот я, собственно говоря, всё это галлюцинирую с помощью некого механизма матрицы. Нет возможности доказать. То есть это бессмысленный вопрос. В матрице мы или не в матрице, можно сколько угодно дискутировать, невозможно. Такие области есть в нашей жизни, и часто они касаются самых разных вещей. Даже если вы возьмёте, например, психоанализ, это такая вроде бы околонаучная дисциплина. Более того, действительно, применение, практика психоанализов многим может помогать. Многим могут помогать и гороскопы, многим могут помогать целители и прочее. Но это не значит, после не значит вследствие. Или механизмы могут быть другие. Например, просто то, что вы воспроизводите одно и то же воспоминание несколько раз, делает его менее эмоционально насыщенным. То, что вы его вспоминаете несколько раз, приводит к его изменению. И всякий раз, когда вы пересказываете какое-то воспоминание, вы в следующий раз будете вспоминать уже другое воспоминание, искажённое воспоминаниями этого воспоминания. То, что вы его здесь вспомнили. И вполне возможно, что просто бесконечно проговаривая один и тот же эпизод психотравмирующий, у человека снижается эмоциональная вовлеченность, и он в какой-то момент перестает из-за этого перестать. Фрейд объясняет это иначе. У него есть концепция, он считает, что вот, психоаналитик добрался до какого-то бессознательного, дальше он иноприятирует его поведение, объясняет его природу и так далее. Мы не можем ни доказать, ни опровергнуть это. Есть у нас силы либидо и мартидо, как их рассказывал Фрейд, невозможно рассказать. Влияют на нас звезды или не влияют, невозможно сказать. Это гипотетически, это вопрос веры. То есть вот в этих конструкциях мы часто сталкиваемся с такими вещами, мы считаем их вполне для себя, как бы сказать. Вот есть другие цивилизации во Вселенной или нет? Но гипотетически по количеству того, сколько потенциально существует миров в нашей Вселенной, точно есть, не точно, а скорее всего есть мира, в которых тоже развивается жизнь, есть какая-то цивилизация и так далее. Но мы ничего не можем, поэтому мы можем просто сказать, ну вот, велика вероятность. Кстати, вот есть теория вероятности, тоже очень интересная, мы отдельно будем ее обсуждать, я планирую этому отдельный курс посвятить для того, чтобы посмотреть, как эта теория позволяет нам более правильно действовать. Но так или иначе, да, есть области, в которых мышление бессильное, в которые ходить, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что вы все равно... Зачем ходить в область веры? Ну, то есть, если я верю, я не знаю, в лучезарного Аполлона с золотыми стрелами, ну, как бы, и верь. Ну, как бы, это не мышление. Это психический феномен веры. Так, ну что, идем дальше. Сандриса, такая странная аббревиатура. Значит, если ум — это способность даже при отсутствии исходных данных собрать, проанализировать необходимую информацию, отсортировать и обобщить ее, сделать выводы, докопаться до сути вещей и так далее. Можно ли определить уровень ума, так скажем, на бытовом уровне, тестированием? Или для этого оценивается проведенная НИР, результаты глубина исследования, значимость разработки и совершенного открытия в рассматриваемых областях? Или просто принимается, что человек умный, то есть имеет данные способности, а результат его ума может иметь просто разную значимость? Ну, значит, во-первых, многое зависит, во-первых, от наших не ума как такового, если мы считаем, что ум — это способность оперировать некими данными, но и от того, с какими данными вы оперируете. Если у вас нету достаточных данных, то качество вашего мышления точно будет хуже. Другое дело, что ум предполагает возможность понять, что вы находитесь в ситуации, когда у вас ограниченное количество информации, и вам нужно что-то с этим поделать дополнительно для того, чтобы собрать необходимую информацию, достаточно для принятия соответствующего решения. при этом, непонятно, а правда состоит в том, что до сих пор нету теста, который бы… Есть тесты на интеллект, есть масса разных практик и способов изучения наших когнитивных функций, но ум — это не то, что он может быть измеренно с помощью тестов. Ум — это то, что мы… Это такая тоже, на самом деле, в каком-то смысле вопрос веры, как это не смешно сейчас из моих уст прозвучит. Значит, когда мы говорим про мышление, мы предполагаем, что человек принимает более или менее эффективные решения в реальности. Ну вот, условно говоря, у вас, например, с кем-то конфликтная ситуация, и вы хотите выйти из этой ситуации вин-вин, для того, чтобы все выиграли и все были довольны, насколько это возможно. Значит, это умная тактика. Ну, конечно, мы скажем, что это умная тактика, но, с другой стороны, значит ли это, что человек, который рассчитывает обыграть и обыгрывает того, с кем он оказался в конфликте, не является умным? Мы можем сказать, что он умный. То есть здесь мы попадаем в такую зону, где попытка определить термин приводит нас к ошибкам. И мне кажется, что нам нужно не пытаться найти различия и какую-то логику в определениях. Наша задача понять суть того, о чем мы говорим. Значит, суть нашей интеллектуальной функции, суть мышления состоит в том, что мы создаем некую модель реальности, которая позволяет нам действовать эффективно. А эффективно — это когда мы достигаем тех результатов, на которые мы рассчитываем, создавая данную модель реальности и принимая решения для того, чтобы этот результат был достигнут. Если вот эти все правила, как бы все эти пункты выполнены, то мы схватываем с вами суть мышления. Понимаете, неважно, что это. Врач — это, который исследует пациента. Он должен реконструировать его болезнь, понять, что с ним происходит, и понять, какой... И если он, сделав это, назначает то лечение, которое приводит к результату, мы будем считать, что его мышление работает хорошо. Если инженер создает какой-нибудь инструмент или какую-нибудь систему с заданными параметрами, и это параметрами результата, и результат его работы приводит к тому, что эта система данные результаты дает, прекрасно то, что у него хорошее мышление. Если в рамках наших отношений с другом мы заинтересованы в определенном отношении человека к нам и способны создать обстоятельства, у кого к нам именно таким образом относятся, это хорошее мышление. Мы правильно реконструировали, мы нашли решение той задачи, которая была нашим образом результатом, нашим целевым действием, целевым как бы устремлением. Поэтому мне кажется, что нам нужно понимать не столько играть в слова, что такое интеллект, что такое разум, что такое ум, что такое мышление, что такое здравый смысл и так далее, а пытаться вглядеться в суть вещей, то есть понять, что происходит в реальности. И когда мы понимаем, что происходит в реальности, критерий качества этого понимания, то, что я понимаю, что мне делают для того, чтобы достичь моих целей. Если я так реконструировал реальность, что я могу достичь поставленных мною целей, очевидно, что я проник в суть вещей. И, соответственно, суть вещи, суть инженерного дела, суть понимания этой болезни и так далее. То есть вот что такое суть вещи. Когда вы говорите, вам много что-то рассказывают, вы говорите, хорошо, хорошо, а в чем суть? Вот суть состоит в том, что вы понимаете как бы что-то ключевое внутри этого аспекта реальности, что позволяет вам принять решение. Для того, чтобы все это усложнилось, я рассказываю, это так называемый brain principles programming, это пять пунктов. Наш мозг сначала генерирует сложность, если мы говорим про то, как он думает, как он работает, как работает машина нашего мышления. То есть он получает некий импульс, и по нему составляет множество версий происходящего. Потом он смотрит, как данные, которые у него актуализированы, соотносятся друг с другом. После этого аппроксимирует это до некого понимания, инсайта. Он вдруг понимает, ах, это вот это. И после того, как он это понял, он после этого срабатывает принципы симультантности и тяжести, которые определяют господствующую доминанту, то есть то решение, которое я приму в ситуации, когда понял, в чем там суть. Вот как только... Это вот представьте себе, что вам нужно игру какую-то. Я не знаю, вы никогда не играли, допустим, в бридж. Игра считается дико интеллектуальной, в нее любят играть Билл Гейтс с Баффетом, Билл Гейтс даже чемпион какого-то штата по бриджу. Забавно. Да, и значит, вот для того, чтобы вы будете изучать правила, пытаться понять, как ведут себя игроки и так далее, а в какой-то момент вы поймете суть игры. Вы поймете, в чем состоит-то, что вы там делаете. И в этот момент можно считать, что вы аппоксимировали, то есть как бы свели к сути набор знаний, которые вы получаете. И вот как только вы схватываете эту суть, вы понимаете, как играть. Вы еще не играете идеально. Вы еще будете тренироваться, вы будете получать дополнительные навыки, но вы уже схватили суть. То же самое касается и отношений с другим человеком. Многие переживают, что они не очень понимают, а что у нас за отношения. И попытки, они часто такие, давай определимся, что у нас за отношения. Два человека, давай определимся. Мы дружим, у нас дружба с бенефитами, или у нас брак, или у нас отношения, или у нас гражданский брак. Люди не могут схватить, что происходит на самом деле. То есть они как-то вместе существуют, но определенности нет. И они говорят, давай наложим какую-нибудь схему, и будет понятно. И такие говорят, ну ладно, будем считать, что у нас гражданский брак. И что? Ничего, вы суть не схватили. Вы просто оказались в конструкции. Теперь давайте играть роли гражданского мужа и гражданской жены. Ну так себе упражнение-то. Когда вы схватываете, в чем суть ваших отношений, вы понимаете, что ваши отношения, это как бы вы нашли друг друга, что вы друг к другу хорошо относитесь, у вас есть вообще куча способов, которыми вы друг другу доставляете радость, удовольствие, счастье и так далее. У вас минимальное количество конфликтов. Вот суть ваших отношений. И после этого вы их можете превратить в гражданский брак, такой брак, не в брак, в дружбу и прочее. Но вы должны понять, что происходит. Но когда вы говорите, я не понимаю, что у нас за отношения, это говорит, что вы не можете схватить суть. Ну то есть у вас ощущение, что у вас одно, а вам дают другое. Значит, в реальности что-то третье. Ну как бы ни то, ни другое. То, что вы это как-то сейчас после этого обозначили, не сделает вашу жизнь проще. До тех пор, пока вы в суть ваших отношений не вникнете. И это касается всего на свете. Это вот тоже касается профессиональных навыков. Чем профессионал отличается от дилетанта? Ну в работе, условно говоря. Я дилетант, я не умею, например, вести социальные сети. Есть люди, которые профессиональные, они знают, как вести. Я могу текст написать и видео записать. Вот мое ведение социальных сетей. Какое-то, как бы, абсолютно, я просто с вами разговариваю через них. Вот вся моя, вся моя, вся моя, как бы, все мое знание. Но там кто-то есть, у них какие-то есть знания, навыки там и так далее. Вот у меня нету понимания вообще сути этих вот социальных сетей. Я их просто не понимаю и не хочу. Можно что-то отказываться понимать просто потому, что вы так... Но кто-то понимает это. Ну то есть вот я дилетант, да, я не понимаю. Вот. А есть тот, кто схватил суть. Он понимает, что, как это работает. Он понимает, что происходит на самом деле. И вот задача мышления в тех вещах, в которых вы хотите, как бы, работать эффективно, понять, схватить суть. И вот в профессии вы сами знаете. Вот вы что-то делали, делали, делали. В какой-то момент вы вдруг схватили суть того, что вы делаете. Дальше вы можете ее расширять и усложнять, и трансформировать, и так далее. Но в любом случае это речь идет о сути вещей. И вот знаете, я даже сейчас подумал, что когда мы говорим про мышление в нынешних, не про мышление абстрактное, не про интеллектуальные технологии как таковые, о которых существует множество. Латуральное мышление Дебану, там, я не знаю, ТРИС, решение изобретательских задач. Есть теория принятия решений, там куча есть всяких разных школ, направлений в области мышления и так далее. Но вот я сейчас разговариваю с вами, и комментарии я сегодня читал. И вот у меня никто про технологии, про конкретные, ну так, спрашивали, конечно. Конечно. Вот. Но нельзя сказать, чтобы, как бы сказать, это кого-то сильно волновало. Все говорят про какие-то проблематики, что вот их беспокоит вот это, что вот их беспокоит это. А о чем это? Они говорят, я хочу понять, в чем суть вот этого дела. Моих отношений, моей профессии, того, что происходит в мире, того, что такое, там, условно говоря, какие-то человеческие проявления, да, вот, в чем суть вообще дефолт-системы, например, той же самой, там, и так далее. То есть это все время вопрос о пытаться разобраться, в чем же там соль-то, соль в чем, в чем, вот, чтобы схватить это, да, потому что как только вы схватываете, вы получаете этот инсайт, дальше мы можем применять самые разные технологии, которые позволят вам получить дополнительную информацию, получить, скорректировать ошибки мышления, которые неизбежно допускаются, потому что наш мозг не создавался ни для языка, ни для мира, в котором мы живем, ни для абстрактных сущностей, понимаете, ни для социальных правил, ни для морали. Наш мозг не создавался, он создавался для других, для примата с его состоянием. Вот. И то есть существует много технологий, которые позволят лучше вам принимать решения в предполагаемых обстоятельствах, но при этом ключевое – это то, что вы должны проникать, как бы схватывать суть происходящего. И вот я даже думаю, что вот если мы у нас, мы сейчас называемся школой мышления, но вот школа мышления мне не нравится, потому что мышление, что такое мышление, о каком мышлении речь идет и прочее, о когнитивных навыках. Я вам скажу, что память тоже относится к когнитивным навыкам, на секундочку, внимание относится к когнитивным навыкам и прочее. То есть это такая широкая вещь. Поэтому что такое школа мышления? Но вот если мы, например, назовемся, что мы пытаемся суть вещей понять с помощью интеллектуальных практик, такой центр интеллектуальных практик – суть вещей, вот это звучит уже живее, согласитесь. В этом есть какая-то внутренняя понятность, что мы делаем и зачем. В конце концов, мы же не просто мышление ради мышления, а вы мне напишите, вам нравится суть вещей? Напишите мне, а то я тут сижу, воображаю. Понять и схватить суть, пишет Нина, понимаете? Вот. Мы учились находить энергию для жизни и строить реальности. Как вам суть вещей? Напишите? Мне нравится. Вот. Ну, если нет сокращений, да, мне пишет Вадим. Вот. Смотрите. Ну, так немного кто с нами разговаривает. Вот. Все или слушают, или ушли в астрал. Вот. Надеюсь, нравится, пишет Ольга. Какие есть еще? Нравится, пишет Галина. В чем суть вещей, спрашивает Макс Филин. Все правильно. Хочется понимать суть вещей, пишет Мария. Марина пишет, суть вещей замечательная. Я тащусь, Владимир пишет. Суть вещей практичнее, Ирина. Сложно, что суть в профессии получается очень много. И дальше закрывает глазки. А я не понимаю, про что речь. Вот. Ну, на самом деле, в профессии то же самое. Есть суть феноменов, с которыми вы имеете дело. То есть, я не знаю, какую взять профессию для... У меня просто в голове сразу медицина, понимаете? Но там суть, например, есть болезни. Суть болезни состоит в том, что какой этиологический фактор, как это патологически развивается, как это проявляется, и как это обнаружить, и как это лечить. Вот как бы, как вы только это схватили, дальше каждый пациент, это такая, как бы, так сказать, он приходит, начинает рассказывать, и вы ищете эту суть. Вы ищете. Как вы нашли ее, у вас сразу становится понятно, что идет. Вы будете адаптировать свое знание к его симптоматике, к его состоянию эндокринной системы, состоянию иммунитета, состоянию возраста, сопутствующих заболеваний и так далее. Но суть от этого болезни конкретной, понимаете, если это, условно говоря, киста, она от этого не меняется. Вы просто суть-то держите, но уже адаптируете ее под соответствующую реальность. И надо, собственно говоря, в эту суть... Это как зрить в корень, пишет Е. Ну, тогда, если зрим в корень, тогда я прям попрошу мою команду, давайте прям переименуемся, назовемся центром интеллектуальных практик, суть вещей. И будем с вами проникать в суть вещей и использовать различные инструментарии для того, чтобы улучшать свои результаты по жизни. И вообще жить жизнью осмысленной, потому что как только мы понимаем суть вещей, все сразу установится на свои места. И свою собственную суть мы должны будем структурировать, организовать, понять и дать себе возможность, так сказать, наконец раздышаться в этом мире суеты и какого-то ложной информированности. Потому что много знаний, много всяких разных концепций и так далее. Все прекрасно, но если ты, что называется, в корень не зришь, за четырьмя, так сказать, конечностями, за реальность не держишься, ты улетишь в куда-нибудь мир, в котором точно наошибаешься, будешь в мире иллюзий, в улуждении, ошибок и так далее. А мы должны с этим бороться. Поэтому я себе ставлю такую задачу на 2023 год. Надеюсь, вы меня поддержите и надеюсь на ваше активное участие во всех наших делах в этом направлении. Буду благодарен за ваше предложение, идеи, что нам нужно, так сказать, за что схватиться, что искать, что найти и как внутренне для себя организовать жизнь, чтобы она перестала быть заложником всей вот этой вот абакханалии, в которой мы оказываемся благодаря духу времени. Продолжение следует...